Хак Пурим, Хак Пурим Хак Пурим Самея Так традиционно мы поздравляем друг друга Счастливого, радостного Пурима Божьего, святого Пурима Шалом, мир всем вам Дорогие друзья, этот праздник особенный И хотя этот праздник обычно Ассоциируется с Израилем, еврейским народом С иудаизмом в частности Но вообще-то этот праздник Он для всех нас Для всех верующих Евреев, неевреев, иудеев, христиан Для всех, кто Библию признает действительно Божьим, святым словом Это очень важно Сегодня этот эфир посвящен как раз Пуриму Празднику Пурим Сегодня первый день праздника Пурим Уже вот завершается первый день Мы входим так плавно во второй уже день Сегодня 14 число месяца Адара 5778 года, если считать от сотворения мира В библейском летоисчисления Да, вот Такой календарь 5778 лет От Адама От сотворения нашего пра-пра-пра-пра-пра-прачура Адама И про отца И про матери Евы И вот, дамы и господа Братья и сестры Этот эфир Посвящаю как раз этому праздниству Вот, а в гражданском нашем летоисчислении Календаре Сегодня 1 марта Ну, уже завершается Уже 1 марта Уже вечер 1 марта Вот, а 1 марта Ну, начало весны Так что поздравляю вас С весной С началом весны Вот Привет всем из Киева Вот Но, в общем-то У нас в Киеве Сегодня Очень снежный Пурим такой Вот Даже на весну Как бы и не похоже Вообще Необычная очень погода Потому что Действительно Мы как бы Обычно здесь Если Брать Значит там Ну Празднование Да То, конечно Да Обычно в это время Уже тепло Вот так Сегодня такой заснежный Пурим Вот у меня Комментажа нету Сегодня я А Купил Так Будем вкуснять Как бы нам не было Раньше Ну ладно Ничего С маком тоже Но не треугольнички А вот такой Пирог Пирог По-русски Пирог С маком Купил Вот так вот сегодня Так что сегодня Пирог с маком Пирог С маком Вот И Кстати Бабушка моя Делала Гомментажи Но Я не знал Что такое Гомментаж И Она называла Вообще-то Неправильно их А может Специально так Говорила Я не знаю уже Она уже Царство небесное Уже ушла В вечность Давно Вот Уминтаж Называла Почему-то Не гомментаж А Уми Почему-то У Уминтаж Не уми А уминтаж Уминтаж Мне казалось Это Но в детстве Не знаю Кстати Наверное Мы с братом Наверное так думали Что это От слова Уминать Они такие вкусные Правда были Что Мы их уминали В два счета Целую тарелочку И мы там вдвоем Раз Сидим С маком Такие треугольнички Так вкусно И она Мака много Ложила И там видимо Что-то еще Чем-то пропитывало Все это Потому что Так вкусно было И мы эти Уминтажи Уминтали В два счета Вообще Вот Но Значит Конечно Бабушка была Совершенно неверующая Нерелигиозная И далека От любой религии От еврейской Или любой другой Но вот Сохраняла Вот такую Как бы Не знаю Традицию Не традиция Даже Это больше Наверное Кулинарная Какая-то еще Тоже с детства Наверное Она кое-что Помнила Вот И приготовляла Она сама Любила Эти уминтажи Уминтала Тоже Не хуже нашего Так что У меня сегодня Уминтажа нету У меня сегодня Вот Вот такое То что я мог найти Сегодня В хлебном Да И сегодня Значит Всемирный день кошек Слушайте Всех кошатников Поздравляю Вот Я сам Вообще-то Ну как Ну Не кошатник Наверное В прошлом Моем Не кошатник Да Сейчас тоже Наверное кошатник Я думаю Да Все-таки кошатник Вообще-то Я Можно Схотник Схотник Что ли Потому что Я вырос Собаками У нас были Собаки Всегда Значит Большие Такие Собаки Значит И Мне это Очень нравилось С ними Быть Всегда Играть И Прятаться У них Самого раннего детства Сколько Я помню И мне это Очень нравилось На кошек Я внимания Мало обращал У нас Наверное Были Где-то Но В основном Мои Как бы С кем Общался С детства Собаки Вот И Поэтому Собачатником Был Как бы С детства Вот А Вообще-то Женился я На кошатнице Моя супруга Она Кошатница Вот Значит И Ну И Как говорится Вот уже Почти 30 лет вместе Поэтому Как бы И я тоже За эти годы Знаете ли Мы друг от друга Чему-то уже учимся Да Притираемся Как бы Да Значит И вот Как-то Чему-то Друг от друга Учимся В течение жизни Так вот Не то что Специально учимся Но так вот Получается Учимся Как-то Вот И Тоже Стал Таким Кошатником Вот И У моей супруги В ее Дамской сумочке Как бы У всех дам По-разному Наверное Как бы Ну Формируется Начинка Сумочки Ее У некоторых Там много всего Вообще У некоторых Мало всего Допустим Я так полагаю Но У моей супруги Обязательным Атрибутом Ее дамской сумочки Это пакет Вискос Там Или какой-то Еще там Или орешки Какие-то другие Там Сухого корма Какого-то Вот Значит Или пакетик Такого Жидкого корма У нее все время Поэтому Кошки ее обожают Ну У них это взаимно Вот И Когда Значит Она Куда бы мы ни шли Значит Раз Горсточку Кошечки Какой-то Насыпет Там Какие-то Котятки Там Какие-то Кошки Там Все ее Знают Все ее Любят Вот так Вот Ну Я так Не так Часто Подкармливаю Но У меня У меня Нет Такого Специально Ходить И искать Или держать Всегда С собой Немного Этого Корма Не знаю Может потом Учусь По такому Но пока У меня Такого Нету Так что Всех Кошатников Поздравляю С Днем Кошек И У меня Очень Хороший Сегодня Родился Сценарий Пурим Шпиля Пурим Шпиль Это Такой Традиционный Еврейский Концерт Можно так Выразиться Театральная Постановка Как бы Такая Ну как правило Конечно же Любительская Совершенно В семье Сами Можно наряжаться Там В персонажей Пурима Да По книге Свиль В общине Значит Ну в церкви Допустим Да вот Ну не знаю Где еще Ну Хотя Некоторые общины И церкви Проводят и большие Такие Пурим шпили Известные Даже вот Можете кстати Даже набрать Кто еще не смотрел Или мало Как бы в курсе То значит Ради интереса Даже на ютубе Введите Я вот Посмотрел Вчера допустим Мне очень понравилось Многие очень Пурим шпили Введите Пурим шпиль Пурим шпиль И там Разные Там и Ортодоксальные Евреи Пурим шпиль Ставят И От синагоги Какой-то допустим Там и Не знаю Ну Мессианские Общины Ставят Там и Значит Церкви Ставят Мне кстати Вчера понравился Понравился Пурим шпиль Посмотрел От Харизматической Церкви Новые поколения Я удивился Вот это Да думаю Только я не понял Какое-то новое поколение Честно говоря Или рижское Или оно Украинское Какое-то Потому что В Украине Тоже много Таких вот Церквей Нового поколения Или российское Какое Я не знаю Но Очень мне Понравилось Постановка Такая Классная Вот И Еще в чем Прелесть Пурим шпиля Что это не просто Какой-то Вот Ну Концерт Как бы Да По заявкам Это Действие Наше Общее действие Вот Веселье В этом все Все участвуют И Те кто Выходит Вперед И те кто Остается Там Может быть даже Где-то На галерке Или в стороне Там Все участвуют Потому что Там Когда Допустим Мы читаем Про злобного Амана Тогдашнего Гитлера Или Сталина Там Ну Такой Тиран Был Который Хотел Украсть Убить И погубить Всех Евреев Вот То все Там Топают Свистят Там Трещотками Трещат Ну Я там Видел Там Это Как Называется Вот Футболистам Когда болеют Там Труба Труба Такая Пластиковая Которая Очень Громкая Такая Короче Что только Не делают Короче Выказывают Своё Негодование Стучат Там Чем-то Насчет Там Все Вот И там Но Часто Пока Читаем Эсвиль Книгу Эсвиль Часто Аман Встречается Или В Пуримшпиле Выходит Он Допустим Часто Появляется И все Свистят Все Негодяй Вот Так Так Что Это Очень Весело И Очень Классно А Сегодня У меня Родился Такой Сценарий С утра Прям Значит Пуримшпиля Кошачьего Пуримшпиля В таком Как раз Ко дню Кошек Приуроченной Значит Но я Сейчас Один Здесь Значит А то бы Обыграли бы Сцену Я не знаю Но Вообще Очень интересно И здесь К сожалению На ютубе Нет такой Функции Вот Видео Я не нашел Может и есть Но Я не нашел Там Можно Допустим Вот Куда я звонил В какой то Звонилке Там Значит Можно Это Кошачьи Там Ушки Появляются Там Мордочка Там Усики Или Что то Еще Или Хвостик Или кошка На тебе Болтается Как шапка Вот Какие такие Классные вещи Мне понравилось И вот Сейчас Я делал Перед тем Как сюда Включился На ютубе На канале Ютуба Сделал Такую Трансляцию Как Делаю Часто Сейчас Такое Предваряющую Трансляцию Что ли Предтечей Такой Как бы То есть Трансляцию Как бы Перед Этой Основной Трансляцией На ютубе Основная Трансляция А Предварительная Трансляция Выхожу На Фейсбук На канале На Своей Там Основной Странице Фейсбука Вот так Вот И там Тоже Есть такая Штучка Оказывается Я не знал Раньше Вот Значит Не обращал Внимание Просто Вот Там Тоже Можно Там В шляпе Такой Нарисованный Нарисованных Очках Там был Сегодня Вот так Вот Ну Пуримшпиль Это очень Классно Это очень Весело А Сценарий Довольно Простой То есть Все Вот эти Персонажи Обыграть Различные Кошки Как бы Ну Пусть Меня Простят Любители Сфинксов Значит И вот Таких Лысых Этих Кошек Всяких Вот Но У меня Такая Идея Такая Вот Такого Лысого Такого Кота Такого Сфинкса Наподобие Что-то Вот Значит Это Злобным Аманом Сделать Ну Как бы Ну Ладно Вот Там Допустим Ахашверош Там Артасерс Это Такой Жирный Большой Кот Такой Мэйкуин Какой-то Царский Все-таки Вот Там Такая Прелестная Кошечка Такая Мягкая Пушистая Беленькая Это Как раз Царица Исфирь Мардыхай Такой Умудренный Опытом Кот Такой Важный Такой Кот Матуль Кот Ученый Да И В общем-то Ну И другие Коты Вот И родился Сценарий Очень неплохой Я не знаю Ну Может быть Следующий Пурим Как-то Обыграем Вот Потому что Ну Тема Очень хорошая Классная Мне нравится Вот Ну что Друзья Сегодняшний Эфир Посвящаю Празднику Пурим Праздник Пурим Ну Как говорится Приходите На Пурим Обо всем Поговорим Есть такая Цитатка Такая Я встречал Часто Приходите На Пурим Обо всем Поговорим А еще Другая Цитатка Такая Красивая Тоже Тоже Как Заголовок Такой Был Евреем Можешь Ты Не Быть Но На Пурим Прийти Обязан Да Евреем Можешь Ты Не Быть Но На Пурим Прийти Обязан А еще Другая Цитатка Тоже Интересная Раступи Скорей Братцы Фарисей И Саддукей Коль Евреи Веселятся Значит Будет Все Хоккей Как говорится Вот так Вот так Что Много Других Интересных Таких Шуточек Цитат Вот И Знаете Что Друзья Вот Я думаю Что Пурим Пора Вернуть В церковь Ну Я уж Не говорю Даже про то Что первые Христиане Первые Это все Были Евреи Ну Первое Поколение Большая Часть Однозначно Были Евреи А изначально Первые Десятилетия Однозначно Были Только Евреи Вообще Даже Для Обращенных Неевреев Знаете Им Приходилось Придумывать Какие-то Правила Значит И Что-то Оговаривать Потому Что Ну Это было Для Самих Верующих Евреев Это было Немного Так Странновато Что Неевреи Вот так Вот Берут И Без Гиюра Обращая Без Обращения В иудаизм И принимают Христа Иисуса Спасителем И Ишуа Машиаха Нашего Еврейского Спасителя Господа Вот Они принимают Как своего Тоже Спасителя И знаете И Петру Даже Особое Откровение Такое Понадобилось Получить От Господа Вот Значит Там Такое Полотно Помните Да В Дианях Такое Полотнище Такое Полотнище Спускалось И там Всякое Было Ну Шматочек Сальца И прочее Там Свининки Всякое Ну короче Ну не кошерное Всякое Там Значит И И Всякое Животное Там было Кстати Животное Да Нечистое Значит И был голос Ему Заколи И ешь А кстати Петр Был голодный Кстати Он хотел есть Реально Вот И И он сказал Господи Ну вроде как Искушение Он воспринял Как искушение Наверное Я так рассуждаю Он сказал Что Господи Нет Нет Я никогда Отродясь Ничего такого Не ел Вообще Только кошерное Вот И Потом опять Голос ему То же самое Опять 25 Что такое Да к чему бы Это все И потом Значит он Размышляет К чему бы Это все Вот это да Это ж Неужели мне Бог так Как бы Искушение Какое-то Подбросил Вообще Не веди меня В искушение Господи Избавь меня От лукавого Что случилось Наверняка У Петра Были такие Всякие Такие Мысли Знателя В голове И вдруг В этот момент Пока он так Размышлял К чему бы Это все Значило Введение Вот Там стучат У ворот Значит там Язычники Пришли Необрезанные Значит там И они просят Вот так И так Извиняйте По ночи Придите к нам Пожалуйста Вот Расскажите нам Вот Просветите нас Пожалуйста Вот И Знаете ли Петр пошел А потому как Это было точно Было от Бога Было послание И он это воспринял Точно как Божьи вестников Вот От божьих вестников И он пришел Туда И Значит Да не один пришел Потому что Ну как Попробуй Если один пришел Потом греха не берешься Потом Ну знаете ли Не только у языков Не только у язычников Языки вот такие Там свои евреи Заклюют Потом Скажут Ты что съел С необрезанными Там вообще Чем-то Яшкался вообще Вот Значит И апостол Знаете ли Как бы Был бы Значит Репутацией подмоченной Было бы очень жестоко Вот И потому Он пришел Не один конечно Пришел там С товарищами Значит Пришел тоже С иудеями Набожными Религиозными И он начал проповедь С того Не с благовестия Обратили внимание Да наверное Я каждый раз Когда перечитываю Деяния Я просто Умиляюсь И удивляюсь конечно Думаю Вот апостол Пришел Язычники пригласили Его Не евреи И он вместо того Чтобы им там Благовестить сразу О Христе Иисусе Он начал там Со своих суеверий Иудейских Вот мол Туда сюда Мол Значит вы понимаете Что значит Что Мы Как бы Иудейцам Не общаются С язычниками Вот значит Но Потом По мере Слышания Именно Благой вести Дух Святой Роах Акадош Сошел На это собрание Конечно Те которые были С Петром Они там В недоумении были Как так На некошерных На необрезанных На Не принявших Иудаизм Вот Так Знаете ли И на них Сошел Роах Акадош Дух Святой Да вы что Почему Как Зачем Почему Вообще Я представляю Куча вопросов У них рождалась В этот момент Просто Ну куча Недоумений Всяких Вот Да Вот Прошли Столетия Прошли Уже Ну Тысячелетия Два Тысячелетия Без малого Знаете ли С того момента И сегодня Как ни странно Приходится Обратное Доказывать Как бы И удивляться Сегодня порой Удивляются Что еврей Может быть Будучи Кошерным Будучи Значит там По закону Чистым Значит там Ну Кошерным Правильным евреем Иудеем Исповедующим Иудаизм Принимать Христа Иисуса Иешуа Машиаха И еврейского Спасителя Господа Вот Значит И оставаться Евреем Оставаться Иудеем Значит И быть подлинным Иудеем В котором нет Лукавства Вот Значит И Которому похвала Пред Богом Иудеем Быть Действительно Вот Знаете ли И сегодня Многим Неевреем Это очень странно И даже Порой Зачем вам Это Иудеем Значит Вообще Реформаторское Православное Движение Служение Мое Такое Евангельское Православное Оно Тесно Перекликается И переплетается С мессианским Еврейским Движением Потому что Знаете Для меня Это Как бы Родственное Движение Которое Одно Другое Подталкивает И направляет Даже Потому что Действительно Знаете ли Вот Если брать Православное В смысле Вообще Церковь В которой Я уже Вот Уже Больше 30 лет Несу Служение Да Уже Шутка Прошло Больше 30 лет Уже С начала Моего Служения В православии Первых 10 лет Я служил Как Традиционалист Будем так Говорить Традиционный Православный Священнослужитель Сейчас Несу Служение Уже Как Реформатор Уже 20 лет Уже Больше 20 лет Несу Служение Именно Реформаторское Такое Православное Служение Евангельское Православное Служение Слава Богу Очень рад За это И вот За этих Своих 30 лет Стажа Православного Церковного Служителя Священнослужителя Знаете ли Да Конечно Прошел Все степени Начиная От чтеца И подиакона Диакона Иерея Сейчас Архиерей Но Знаете Конечно Скажу Что Для меня Мое Служение Нынешнее Реформаторское Православное Служение Евангельское Православное Служение Оно Найтистнейшим Образом Переплетается С мессианским Пробуждением И Больше Того Само Православное Ну я об этом В семинарах Своих Рассказываю Более подробно Сейчас Как бы Может не совсем По теме Это будет Пурима Но Я Потому что Хочу В историю Сейчас Израиля И в истории Церкви Примеры Хочу привести Сегодня Пуримные Очень потрясающие Примеры Вот И своей жизни Тоже Так вот И Дамы и господа Братья и сестры Кто подключился Сейчас я вижу Кто-то еще подключается А семья Татьяненко Добрый вечер С Пуримом Вас И вас тоже С Пуримом Хак Пурим Саме Такое Приветствие И такое Традиционное Ну скажу так Радостного Счастливого Вам Пурима Божьего И пусть В вашей семье Тоже Будет Божественный Пурим Вот так От слова Пур Мы считаем Из Библии Да Богдан Брат дорогой Добрый вечер Добрый вечер Тоби Слава Богу Да Благоставляю Всех вас Благоставляю Свою семью Надеюсь Уже Подключились Уже Мои тоже Вот Значит Потому что Не всегда Получается Моим Подключаться Вот Обычно Либо Раньше Либо Попозже Вот С ними Либо По скайпу Либо По мессенджерам Фейсбук Мессенджер Вот Общение Наше И Знаете Молюсь В эти дни За свою Семью Конечно За Своих Детей Вот Внука Значит Зятя Своего Огромное Спасибо За молитвы Ваши Кто молился Вот Значит Пуримный Переворот Совершается И в Наших Семьях Слава Богу И в семье Нашей Старшей Дочери Вот Она Сейчас У нас Вместе С внуком Гостит В Туле Вот Значит А Зять Слава Богу Вот Вот Восстанавливается Покаялся Вот Именно И Сейчас На реабилитации Находится И Восстанавливается Как служитель Божий Слава Богу Вот Я верю Что Любящим Бога Призванным По его Изволению На самом деле Воистину Все Обращается Во благо Рано Или поздно Действительно Все обращается Ко благу Если мы Любим Бога Держимся За Него Всеми силами Нашей души Действительно То Это чудеса Эти чудеса Происходят Вообще Помним Вот я читал Вчера Вот Милана Пишет Добрый вечер Всем из Харькова С Пуримом Слава Господу За ответы На наши молитвы Аминь Аминь Милана Аминь Кстати Планирую быть В Харькове Вот Значит Ну проездом По крайней мере Потому что Значит Прямого Нету Рейса Значит Такого С Киева Вот я Поэтому Либо из Днепра Но скорее всего С Харькова поеду Поэтому надеюсь На встречу На общение В Харькове Вот И Я там иногда посещал За эти годы Посещал некоторые собрания Кстати Даже цыганские собрания Посещал И не одно Даже цыганское собрание У них в субботу Кстати Служение Надо будет воспользоваться Может быть Даже этим Шансом Таким Побывать у них В собрании Даже В этот раз Очень думаю Будет важно Интересно Даже Так что Всем Харьковским Святым Радоваться И еще говорю Радоваться Слава Богу Да Спасибо Слово жизни Да Кстати Слово жизни Почему бы и нет Много Кстати Харьков Мне чем нравится Тоже Да Что много церквей Город такой Знаете Вот Ой Для меня Особенный город Я в молитве За этот город Очень часто Тоже Он в моей жизни Тоже сыграл Определенную роль Но это уже Отдельная тема Это потом Как-нибудь Засвидетельство об этом Кстати Я там проповедовал И Благовесть И там В разных Очень разных церквях У писятников У баптистов Там Такой район Там С таким странным названием Бавария По-моему Он называется Там Баптистское собрание Вот Посетил я Как-то проповедовал Там Мне очень понравилось Там были Это было собрание С этого Как называется Братья Гедеоны Собирались там Вот На молитву Мне очень понравилось Мне дали слово Там Я поделился Словом Там Свидетельством Поделился У писятников Бывал Там Там есть такое Дом молитвенный Красного кирпича А внутри Как вот Они сделали Как в православном храме Росписи такие Там Иисус Идет значит С учениками Там По полю Как бы там У них там Ну такая Библейские сцены Одним словом Нарисованы Прямо В Доме молитвенном Мне понравилось тоже Вот Сама вот И Манера Вот Оформление Самого Дома молитвенного Мне понравилось Это классические писятники Традиционные писятники Но вот С таким оформлением Таким Так аля Православным Восточным Слава Богу Мне это очень нравится Кстати в Грузии Я бывал В гостях В баптистской церкви Евангелическо Она называется Баптистка Да Евангелическо-баптистская церковь У меня в друзьях На фейсбуке Милан Посмотри кстати Там Или братья Там Кто Посмотрите Значит В друзьях у меня Есть там Епископ Русудан Готсеридзе На английском Английском букву Надо вводить Русудан Русудан Готсеридзе Очень хороший Епископ Женщина Молодая Красивая Женщина Епископ Церкви Евангелическо-баптистская Церкви Вот И у них В храме Мне чем Понравилось Сейчас у них там Перестроилось Уже много Что переделалось Но вообще Они вот Тоже используют Элементы Православного Восточного Такого Служения У себя В храме Слава Богу Вот так вот И по поводу Пурима Я расскажу Пару историй Сегодня Я думаю Что это очень Будет важно Даже Услышать нам Такие истории Кстати Я и в своей жизни Тоже Рассказывал В эти дни Во Львове Я был во Львове Неделю Больше чуть Проповедовал Тоже в разных Собраниях Очень разных Собраниях Проповедовал Значит Получается У Песятников Таких Ортодоксальных Классических Песятников Церква Воскресенья На Пекарской Потом Был у Таких Классических Харизматических Верующих Харизматическая Церква Значит Это На Астрийской Церква Агапа Вот И потом На Ленкевской Вулице Проповедовал Там Значит Церква Бильша благодать Бильша благодать Церква называется Вот И вот Ну и так вот Был в других Собраниях Так посещал Тоже Значит Там И домашние Собрания У нас проходили Там И в самом Львове И в Ременеве Вот И Ну конечно С нашим Епископом Кифой Общение Значит В этом Как называется Западове Тоже возле Львова Все это Вот И Конечно Вот Посетив Львов Перед тем Перед Праздником Пурим Как раз Вот Предпуримные Такие вот Служения Я как раз Говорил Больше Или меньше Как раз На эту тему Кстати Вместе С Кифой С нашим Епископом Мы побывали Знаете Где Опять Мы побывали На месте Золотой розы Синагога Золотая роза Слышали Наверное Об этом Да Очень Вообще Некогда Великой Синагога Синагога Молитвенников Как ее Называли Значит Львовская Синагога Она была Построена Еще в 16 веке Вот И Просуществовала Вот до середины 20-го Получается Века Значит При немцах Немецкие Фашисты К сожалению Эту Синагогу Разрушили Вот Но Ничего Вот Там Сейчас Как Назвать Это Мемориал Такой Музей Под открытым Небом Получается Посвященный Вот этой Синагоге Вот И Как-то так Да Я вижу Что-то Со связи У нас Стало Плоховато К сожалению Вот Я надеюсь Сейчас Что-то выправится Вот Хочу Но Если даже Сейчас Не все Будет слышно И не все Будет видно Не беда Я Пишу Все Еще На камеру Поставил Выше Я Уже Делаю Такую Часто Вещь Такую Ставлю Камеру Наверху И Записываю Поэтому Уже Чуть позже Получается У меня Но Я выставлю И эту Запись Чтобы Можно Можно Так Посмотреть Все Вот А Сейчас Хочу Рассказать Несколько Таких Историй Вот Вообще Историю Пурима Не буду Пересказывать История Пурима Она Описана В книге Исфири Вчера Я читал Книгу Исфирь Как раз Мы вместе Слушали Книгу Исфири Вот Магилатестер В еврейской традиции Мы ее называем Магилатестер Вот Я очень люблю Еврейскую традицию Для меня Может По молодости Это как-то не так Это было Сейчас я Ну Не то что Не старый еще Но как бы Постарше стал Наверное Как-то потянулся К корням Больше Вот Вот По отцу Я же еврей Вот По матери Татарин И мне очень По жизни Интересны были Эти культуры Две И татарская культура И еврейская культура Вот Но последние годы Как-то особенно Вот Я особенно переживаю Как-то Особенный подъем Такой Молясь Вот За татарский народ Слушая Татарские песни народные Умиляюсь сердцем Просто Вот Еврейские песни Слушая Я часто молюсь Плачу Вот И переживаю Как-то особенно Бога В своей жизни И для меня это Ну Скажу Ну Наверное Вот Как говорят в Украине Душа божая Знаете Вот Душа ищет Действительно Вот Своего этого выражения Вот Украинские песни Мне очень нравятся Вообще Песни разных народов Разных стран Очень нравятся Вот Но как-то особенно Как-то трогают Знаете Вот Как-то Вот Глубина Именно Вот Как раз Татарские И еврейские Песни И Традиции Вот Татарская Татарская традиция Она Большей Частью Связана С Исламом И Хотя Когда я Рос И Мои Все В основном Родственники Татары Большая часть Моих родственников Татары Вот Татарская моя родня Самая большая Вот Так вот И В то время Конечно Мы были совершенно Нерелигиозны И Никакого понятия Об исламе Не имели Значит И Хотя Мой дедушка Вот Гали Ахмед Он Обрезал у нас Всех татарских Мальчиков Значит Там И не только татарских И еврейских Тоже кстати Обрезал Вот Потому что Он сам из Мещерских Татар Вот Это те татары Которые смешались С евреями В свое время Или евреи с татарами Непонятно Просто Евреям Еще в царское Время Это было Выбор был невеликий Оставаться Иудеями Было Порой Фактически Невозможно Вообще Вот Такая была политика К сожалению Царского правительства Страшная политика Очень Вот И Оставаться Ну Им Надо было Либо становиться Православными Что многие В общем-то И делали Выкресты Так называемые Выкресты Принявшие Православие Вот Таких было Много Но Часть евреев Решила Стать Татарами То есть Ну Принимая Ислам Будем так Говорить Стать Татарами Тем более Что Татарская Культура Вот Мещерских Казанский Татар Она Во многом Была Терпимой Культурой Вот Очень Такой Благоприятным Таким Было Все Условием Для Как бы Сохранения Каких-то Элементов И Еврейской Традиции По крайней мере У нас Сохранялись Допустим Какие-то элементы Не только Там Исламской Культуры Татарской Но и Иудейской Еврейской Культуры Тоже Сохранялись Вот В отличие Вот допустим Там Классических Казанских Татар Вот И да Мой дедушка Гали Ахмед Вот он Обрезал У нас Всех Младенцев Значит И Ну В принципе Познание Какого-то О Боге Информации Никакой не было У нас Вообще Вот Это потом Уже Спустя Какое-то Время Уже Стали Уже Когда Союз Стал Разрушаться Уже Потом И рухнул Союз Советский То Конечно Многие Стали посещать Мечеть У нас Стали строиться Мечети Вообще А раньше Не было Даже Мечети Своей У нас Не было Вот Где я Жил Вот Значит И Сейчас Там Уже Даже Не одна Мечеть Уже И Гали Ахмед Моего Дедушку Там Помнят Значит И Чтут Память Как бы Человека Значит Да Был уважаемый Человек Но Интересно Знаете Что Еврейская Культура Для Моей Семьи Она Была Потерянная Культура Я Вначале Сказал Что Бабушка Допустим Там Наверное Что я могу Вспомнить Буквально Пару Тройку Таких Каких-то Эпизодов Мы С братом Думали Что бабушка Наша Значит Бабушка Шура Значит Что она Значит Знает Немецкий Язык Потому что У нее Некоторые Словечки Такие Бывало Срывались И она Как бы Что-то Такое Порой Говорила И А мы Знали Что она Еще в НКВД Служила Когда-то Вот Такая Боевая Бабушка Вот Значит И Понимаете У нас Даже с братом Такая Была Своя Теория Как бы Вот Заговор Что ли Что она Вот Такая Была Видимо Шпионка Или Что-то С Штирлицем Связано Может Как Радист Какая-то А почему Она Немецкий Знает Думаю Оказывается Она Немецкий Не знала Это Уже Потом Уже Взрослым Человеком Я уже Узнал Оказывается Она Немецкий Не знала Вот Так Вот А Те Словечки Которые Я думал Что Ну Мы с братом Думали Что Немецкие Словечки Вот Оказывается Это Это Был Идиш Оказывается Представляете Вот Настолько В советское Время Все это Было Забито Настолько Все это Было Закрыто Не В Украине Не так Конечно В Украине Я Удивляюсь Конечно Здесь Больше Всегда Было Свободы Вот Ну И евреев Было Больше Безусловно Конечно Если В русской Традиции Слова Лескова Верны В русской Ну Будем так Говорить Культуре Слова Лескова Верны По три Русского Найдешь Татарина То Знаете ли Ну Меня тереть Особенно Даже Не надо Татарин На поверхности Вот То В украинский Этнос Можно Перефразировать Лесковское Выражение Таким образом По три Украинца Еврея Найдешь Точно Здесь Настолько Переплетено Настолько Много Еврейского Я удивляюсь Просто Вот И Знаете Наверное Потому Больше Была Свобода И Больше Еврейского Было И поэтому Здесь Как-то Не было Большей Часть Евреев Здесь Все-таки Они Не потеряли Как-то Своего Еврейства Помнили О своем Еврействе Рассказывали Своим Детям Хотя Тоже Особенно В больших Городах Вот Как В Киеве Допустим Борис Рассказывал Тоже У него Такая Проблема Что Старались Забыть Вообще Даже Взяли Фамилию Грисенко Чтобы В институт Поступить Чтобы учиться Вот так Шалом Да Слава Богу За Украину И Вика Пишет Шалом Всем Шалом Вика Шалом Всем Святым Вот Я Значит Чтобы успеть Мне рассказать Давайте Я вот Хочу Примеры Привести Кстати Во Львове Почему я вспомнил Про Львов Вот Перед тем Да Дело в том Что во Львове Я как раз Рассказывал О некоторых Пуримных Вещах Происшествиях В своей жизни Вот И поэтому Я Просто Настоятельно Рекомендую Посмотрите Там Запись Служения Церкви Агапа Церковь Агапа Город Львов Вот Значит Так наберете Архиепископ Сергей Или просто Сергей Журавлев Город Львов Церковь Агапа Или просто Церковь Агапа Львов Журавлев Вот так Вот И там попадаете На мои там Проповеди В этой церкви Агапа И прошлый год И позапрошлый Был я у них там И вот в этом году Если вы посмотрите То я как раз Рассказывал Свидетельство свое Свидетельство Еще из армии Советской Понятное дело Армии Вот Где Для меня Знаете ли Очень четкий Пример Такой Сильный пример Пуримного Переворота Божьего Пурима В судьбе Верующего Человека Я верю Что наш Бог Есть Бог Пурима Вот Когда мы Читаем О древнем Пуриме Том Который Был Два С половиной Тысячелетия Назад Который Описан В книге Сфире Мы Мы Читаем О том Пуриме Восхищаемся Богом Конечно Чудесным Восхищаемся Тем чудом Который Он Совершил Благодарим Бога Даже эти Тысячелетия Не Знаете ли Они Как бы Не умолили Это чудо А наоборот Еще больше И больше Вот как бы Возвеличивает Это чудо Действительно Тем более Еще она вдвойне Чудеснее Потому что Там Как бы Бог Не напрямую Указан Он как бы Там За кулисами Остается Да Но В самом Во всем Действии Книги Сфири Бог Живой Бог Проявляет Себя Потрясающим Образом Так вот И Перечитывая Ту историю Того Древнего Пурима Книгу Сфири У меня Каждый раз Возникает Вот это Такое Благодарное Чувство К Богу Во первых А во вторых Понимание Еще больше Выкристаллизовывается Такое понимание Что Наш Бог Есть Бог Пурима И любящим Бога Призванным По его Изволению Все превращается Все Содействует Ко благу Вот Каким-то Удивительнейшим Образом Вообще Вот даже Порой Неверующие люди Замечают Да Добрые люди По крайней мере Замечают Говорят Все ко благу Все к лучшему Все к лучшему Говорят Вот И часто На самом деле В жизни Добрых людей В жизни Многих Порядочных людей Да Действительно Все во благо Обращается Все к лучшему Обращается А тем более Если мы Любим Бога И призваны По его Изволению Тогда все Нам содействует Даже Не просто Обращается А даже Содействует Даже Ко благу Вот так вот Слава Богу Это Кремлинам написано Кстати Если прочтете Это Кремлинам 8 28 8 глава 28 стих И вот И Дамы и господа Братья и сестры Конечно Значит Я рассказывал О Пуриме Том Своей жизни Вкратце Такая история Так она произошла Это было еще Были 80-е Получается Годы Да Советское время Еще Вот Моя служба В армии Вот И Знаете ли Началась она Довольно Хорошо Как ни странно Это звучит Да Значит Первых полтора Года Вообще Было очень хорошо Потому что Офицеры Некоторые Хотя коммунисты Атеисты Понятное дело Да Но Были Благосклонны Как бы Вот К моей вере И Уважительно Относились Очень Мой ротный Командир Прежний Допустим Тогдашний С его содействия Как бы Порой Напрямую Порой Вот Я каждые Выходные Фактически Был В церкви В храме В субботу Вечер И В воскресенье С утра На литургии Там Пел Читал На клиросе То есть Я даже Находясь В советской армии В рядах Советской армии Я продолжал Служение Будем так Говорить Служил Где-то Каким-то Образом В храме Вот Вот И Потом Получилось Следующее Последних Полгода Был другой Офицер Который Вот Как Аман Вот этот Нечестивый Человек И для него Верующий Человек Это было Проклятие Как бы Он считал Верующих Изгоем И Он Пришел Украсть Убить И погубить И Действительно Полгода Последних Моей службы Они Они были Очень сложными Тяжелыми Во всех Отношениях И моральные Физические И Несколько раз Бог сохранял Мою жизнь От Погибели От смерти Прямой смерти Которая должна Была быть Но На полигоне В частности Вот То есть Меня специально Ставили туда Где я должен был Погибнуть Но я выживал И приходил В расположение Роты Приходил Живым Вот Это для сержантов Для всех Было конечно Знамением Что Ну Я с Богом И Бог со мной Вот Это было Лучше даже Проповедью Чем Я бы Рассказывал им О Боге О Христе Вот И знаете Но Этот офицер Его еще Больше Бессила Значит И он начинал Такую Ну Против меня Компанию За армией Ногами Вперед Бог свидетеля Я не желал Ему смерти Никак Вот Но К сожалению Я это понял Потом уже Спустя годы И когда узнал Об этом всем Подробности Вот К сожалению Я и Особенно и не молился За него Да вообще Я даже не помню Честно говоря Чтобы молился За него Для меня Это была наука Как важно Молиться за Обижающих нас И гонящих нас Творящих нам Напасти Как важно Благоставлять врагов И молиться за них Потому как Люди Становясь врагами Нашими Как Если мы Против верующего Враждуют То они не понимают Ну с кем имеют дело Они то думают Что с нами Как с человеком Имеют дело Вот А на самом то деле Имеют дело с Богом Который в нас Если мы в Боге А Бог в нас И если это Не понарошка По правдушному Если мы действительно Погружаемся в него А он погружается в нас Мы познаем его А он познает нас То тогда В этом процессе Когда мы пребываем То благостовенно Баптизу это совершается Да Вот То конечно Знаете ли Человек Или люди Или группа людей Враждующие с нами В таком случае Они сами того не понимая Враждуют с Богом И на нас На верующих Великая ответственность В таком случае Молиться За гонящих нас Обижающих нас Отворяющих напасти Клевещущих на нас Вот Тогда Действительно Слова Христа Нужно исполнять буквально Именно благоставлять И молиться За обижающих Гонящих нас Я это По жизни Несколько раз Школу такую Знаете ли Для себя Принял И вот Конечно Мой первый в жизни Урок такой Ну Он не самый первый Был вообще-то Но Он был Очень для меня Знаменательный был Будем так Пример Это было Как раз Во время Службы В рядах Советской армии Вот Дело в том Что Действительно Я не молился Я узнал потом уже Уже будучи священником Я стал священником В 91-м году В Рязани уже Вот До того Мое служение Это было Чтец Ипо-диакон Потом дьякон Вот Значит И мое служение Было Вот в Орловской области В Московской области Получается Да Значит И в Рязани В Рязанской области Вот И уже в Рязани В самой В 91-м году В конце 91-го года Я стал священником И вот Будучи уже священником В самом конце 91-го года Я был на приходе Одном из своих приходов Тогда Где я был настоятелем Вот И тогда священников Было очень мало Приходов очень много Храмов Передавалось государством И Надо было их восстанавливать И Заниматься церковной жизнью Деятельностью Восстановлением Церковного служения Литургического И прочее Вот И чем я и занимался И вот я помню С Рязани Как раз Часто в Москве бывал Там Элитричка Вот Значит И Знаете Однажды в Элитричке Вот Со мной был Один там человек С такой бородкой Такой Он меня сразу узнал Я не сразу его даже Узнал-то Это был Бывший прапорщик Этого полка Где служил В секретной части Плюс еще он служил Особист Значит И он мне рассказал А кстати Когда мы пообщались Выяснилось Что он Диакон уже В 91 году Он был уже диаконом Православной церкви Вот И Ну я уже был священником И иереем Так интересно было Товарищ прапорщик Да Его уже В ипостаси Диакона Православного Встретить Довольно интересно было Четно так было Конечно Вот И он мне рассказал И сказал Что Сережа Ну отец Сергий Помните Вот как там было На выстреле На курсах Выстрел Где у вас служили А что там Было-то И он мне рассказал Ту историю В подробностях Я же знал Только лишь со своей стороны И так чуть-чуть Вот А он рассказал Все детали И в том числе Рассказал О том Офицере Старший лейтенант Бурлаков Который Погиб Оказывается Трагически погиб Представляете Тот самый Офицер Который Мой был Ротный командир Который хотел Украсть Убить И погубить Просто извести Меня И который Считал Вот Как начальник штаба Ему сказал В свое время Что Рота Образцовая Но там есть Одна паршива Овца Которая Все стадо Портит Вот так вот Вот И Конечно Когда мне Тот Бывший Прапорщик Тогда Дьякон Уже Православный Рассказал Все это Честно говоря Я Знаете У меня Шерф с дыбом Что называется Вот Аж Мурашки По телу От Такого Всего Что я узнал Ходили И Знаете От чего Я был так Взволнован Очень сильно Тогда Того Что Вот Думаю Как Вот В писании Помните Говорится Что касающийся вас Касается зеницы Ока Божьего Да Вот Его как будто бы То есть Получается Человек Который Он Тычет Верующего Да Он как будто бы Тычет В глаз Богу Самому Тычет в глаз Богу Это Ну О безумие Вот И И Для меня Было Еще Знаете Вот Такое Откровение Такое Можно так Сказать Что Как важно Все-таки Молиться За гонящих И важно Потому что Я стал вспоминать И я не мог Вспомнить Чтобы я молился За того человека За того офицера Вот За других гонителей Вот А это делать Очень важно Не даст ли им Бог покаяние Вот Очень важно Молиться Потому как Действительно Бог хочет Чтобы все люди Спаслись И достигли Познания Истины Ибо Един Бог И един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус Предавший Себя Для искупления Всех Аминь Вот Ну подробнее Посмотрите В записи В церкви Ага По моей проповеди Значит Вот Недавнешняя Вот А значит Историю Хочу рассказать Доказывающую Что Бог Пурима Он и сегодня Бог Пурима Произошла В Чехии В Праге И в Чехии В самой Очень люблю Чехию Очень люблю Прагу Злату Прагу Вот И там Я проводил Тоже семинары Служения Значит И Там есть место Такое Где граница С Германией Там Можно сказать Плато Или как назвать Это даже Не знаю Но такое Ровное Относительно Место Вот А дальше Там уже Где Германия Там уже Там горы Уже видны И там Значит По-моему Новый штат Город называется Германский Уже Ну Короче Уже там В горах У них Какой-то Город Вот А там Где Чехия Там Как бы Такая Территория Такая Ну Как Наподобие Плато Мне так Кажется Вот И На том Месте Оказывается Произошло Великое чудо Похоже Кстати На такой Пуримный Переворот Похоже На библейские Чудеса Вот Это было Еще За сто Лет До Реформации Вот В прошлом году Мы со всем Христианским миром Как говорится Отмечали Пятисотлетие Реформации Вот И Мартин Лютер Как-то Говаривал Перечитывая Яна Гуса Он сказал Да мы все Гуситы Вообще Потому что Он понял Осознал Что То О чем он Говорил Вот Получается В начале 16 века В начале 15 века То же самое Те же вопросы Поднимал Ян Гус Ну Или по нашему Ваня Гусев Вот И Чешский Реформатор Его спалили На костре Вот И Но он пророчески Сказал Что через 100 лет Вот как бы Через 100 лет Будет это пробуждение И так оно и произошло Так вот И после смерти Яна Гуса Чехия Заявила Официально Там Королева Чешская О выходе Из состава Вот этой Объединенной Безбожной Европы Под властью Папа Римского И Такой религиозно-мафиозной Коррумпированной структуры Тогдашнего католицизма Вот И Ну что такое Маленькая Чехия Против всей Европы Это как Ну не знаю Ничто И вот Чехия заявила О выходе О неподчинении Папе И Папа объявил Крестовый поход Не только Не только спалил Яна Гуса Но и крестовый поход Против Чехии Вот Крестоносство собралось И всяких авантюристов Столько Что на всех по чеху Даже не хватило бы Больше чем все население Чехии Вот И когда было понятно Что Да ведь Крестовый поход был Внутренний Были на восток Походы крестовые Помните да Из истории еще Вот А были внутренние Крестовые походы То есть которые Допустим Вот Самые известные Обычно это Альбегойские войны Так называемые Хотя Никакие это не войны Это был крестовый поход Конкретно И это было Просто бойня Мирного населения Который иногда Оказывал сопротивление Но чаще всего Даже И оказать сопротивление Они не могли Больше миллиона Вот этих вот Было истреблено Альбегойцев Как их назвали Так вот Это были христиане Которые Ну католические Обычные верующие Просто которые Уже не могли больше верить Так как им Обязывал Их обязывала Религиозная система Вот И вот Крестовый поход Против Чехии Шуткали Каждый Кто убьет Хотя бы одного чеха Получит там Прощение грехов Все имущество Чехии Подвергалось бы Разграблению полному Кроме десятин В казну Безбожному Папе Римскому Вот Насчет Этому антихристу Тогдашнему Вот Значит И Потому что Много антихристов Вот И вот Действительно Это страшная история Но Но она Прекрасна тем Что Бог вмешался В ход этой истории И вот Библейский рецепт Того Как Бога Как бы Впустить В историю В своей жизни В свою семью В свою церковь В свою общину В свою конфессию В свою страну В свой народ В свою культуру Каким образом Помните Да Как произошло Чудо Пуримное Там В книге И сфере Помните Да Как оно Прошло Оно Прошло Таким Удивительнейшим Образом Оно Прошло Когда И царица Смирилась Постилась И молилась Мордыхай Смирился Постился Молился Вот Весь народ Еврейский Постился Молился И вот это сокрушение Это пост Молитвы Смирения Оно Просто Поколебали Небеса Оно Эти Эти Посты Молитвы Смирения Они Склонили Небо К земле И сделали Возможные Величайшие Чудеса Вообще Когда народ Смиряется Называющийся Именем Всевышнего Бога Смиряется Молиться Поститься То Действительно Чудеса Совершаются И История Полна Таких Примеров И вот История Чехии Украины Неподалеку От Украины Вот знаете ли Она Значит Известна Кстати Во Львове Я вот Проповедовал На Лемкевска Значит Там Лемкевска Три Там Христианская Частная Школа Находится И Наверху Зал Собрания Там Проходит Собрание Баптистской Церкви Бильша Благодати Вот И Пастор Михайло Насчет Грищенко Этой церкви Пастор Он Ну как Настоятель Мы с ним общались И он в этот раз Рассказал Такую историю Я не знал ее Что вот Лемки Бойки Там Как говорится Игуцулы Воевали И на стороне Вот как раз Насчет Вот Тех Гуситов Гуситов Вот так вот Так что Они шли в Чехию И Сражались за Чешскую реформацию Я не знал раньше Этой истории Вот так вот Вот тебе Лемки Бойки Игуцулы Вот так вот Так что Своя история Украины Есть реформация В Украине Вот И Но Что произошло Тогда Что произошло Когда Армия крестоносцев Этих головорезов Нечестивцев Под Знаменем Христа Но Войска Антихристова По сути Они пришли туда Расположились Станом И Значит Генералы Уже делили Шкуру С неубитого Медведя Да Они действительно Они пытались Делить Уже Прагу Чья будет Прага Чьи будут Замки Чьи будут Предместия То есть Они всю землю Чешскую Ну не такую уж Большую Уже поделили Уже все Уже награбили Уже как бы Знаете ли Только они забыли Что они делят Шкуру Неубитого Еще медведя Вот Вот так Но им казалось Само собой разумеющимся Что Чехия пойдет Потому что Шансов никаких У Чехии нету Армии своей нету У нас там Махина Огромнейшая Сила Такая Интернациональная Со всей Европы Шутка ли Авантюристов Понаехала Со всей Европы Головорезов Крестоносцев Профессиональных Этих Военных Частные Как сейчас говорят Армии Вот Значит И Вся эта Кодла Гадюча Вот Была на границе Чехии А в это время А в это же время Если Знаете ли Что произошло Чудо 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 Ой Спасибо Господь Спасибо тебе Царь Вселенной Спасибо Королева Чешская Объявила Пост и молитву Три дня Чехия Постилась И молилась Дамы и господа Братья и сестры По новой Чехия Постилась И молилась Правда Королева Приказала Прямо Очень радикально Поститься Вообще Даже животных Не кормить Пусть они тоже По своему Вопьют К Богу Молятся Коровы мычали По всей Чехии Молились К Богу По своему Все дышащее Оно молится Оно взывает К Богу Так или иначе По свойски Как-то Вот И все чехи Молились Сама королева Чешская Оделась В простое платье И на дворцовой площади Там в Праге Со служанками С прислужницами Молились Постились За Чехию За спасение Потому что Надежды Никакой не было Ну что там Были отдельные рыцари Отдельные Ну охрана королевы Кстати Янжишко Знаменитый Одноглазый полководец Чешский Вот Значит Он был тогда Молодым генералом Руководил Ну командовал Охраной Королевы Как бы Ну и Какая там армия Знаете ли Вот Их там Кольсоносцы Шапками закидали бы Вот И все Вот И Казна Ну пуста Как бы Там Нельзя нанять Наемников Да и кто пойдет Сражаться Против Папы Римского Это потом Пришли Гуцулы Помогли Ну это же потом Уже было Кстати В армии Янжишки Оказывается Вот так вот Так что Слава Богу За Гуцулов Слава Богу За Лемкев Вот так вот Вот Но к чему я рассказываю Что три дня Поста и молитвы Не прошли даром Потому что Пока они Постились Молились Бог Использовал Своё Своё Сверхъестественное Оружие Даже два оружия Первое Он разделил их Этих врагов У них Началась Вражда Между собой Вот И Когда Бог допускает Такое К нашим врагам Разделение Это Очень добрый знак Божественного Пурима Вот И они стали Биться между собой Генерала схватили За мечи Им показалось Они друг друга Обделили Или Их обделили Там В этой делёжке Шкуры С неубитого медведя Вот И значит Вот такая была Потасовка Вот А потом схватили За меча Руженосцы И значит Их армии Стали бить Друг друга Армия Обескровили Побили друг друга Фактически полностью Вот Остатки С позором Бежали Потому что Второе Сверхъестественное Божье оружие Которое Значит Тогда Пришло Вот Это Страх Панический страх Просто-напросто был Вот На всех этих людях Вот И Да Сейчас Дорасскажу эту историю Просто Она очень важная Эта история Вообще Потрясающая история И представьте Когда Янжишка Там И вот Все вот эти Чешские Вот эти вот Братья Они шли По сути На верную смерть Они шли туда Значит К предполагаемому месту Встречи с противником Понимая Что там Даже 300 спартанцев Отдыхают Что значит Что Их всех убьют Просто Они шли просто Ну как бы Достойно умереть Как бы Но представляете Что произошло Когда они пришли К этому месту Они увидели Полное поле Мертвых рыцарей Полное поле Апокалипсическая картина Знаете ли Там Верещагин отдыхает Библейская картина Вообще Действительно Полное поле Мертвых рыцарей Они даже не сразу Поняли Что произошло Почему эта армия Она вдруг убита Редактор субтитров